В эфире телеканал Авидное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. В микрорайоне Завидное ввели в эксплуатацию современную канализационно-насосную станцию. Канализационно-насосная станция, она у нас вторая по очереди в рамках данного округа, то есть данной территории. Мобильный пункт диспансеризации открылся в Центральном парке. Здесь мы проводим забор крови, антопараметрические данные пациента, снимаем электрокардиографию. Равнение на чемпиона в Центре Дельфин прошли соревнования по плаванию. Мы разделили спортивные группы, не спортивные, но они соревнуются на одних дорожках в одно и то же время. В микрорайоне Завидное запустили в эксплуатацию современную канализационно-насосную станцию. Комплекс уже начал работать на полную мощность и обеспечивает качественной услугой водоотведения более 10 тысяч жителей. На открытии побывала наша съемочная группа. Жители сразу двух микрорайонов Городовидной очень ждали открытия новой канализационно-насосной станции. Вопросы водоотведения были актуальными в течение нескольких лет. Раньше водоотведение стоков от многоквартирных домов осуществлялось через очистные сооружения застройщика. Дальнейшая передача в муниципальную собственность проблема не решила. В связи с тем, что были очень много жалоб от населения, было решено включить в государственную программу и построить здесь канализационную станцию и перевести все стоки на Москву. Уже больше месяца КНС работает на полную проектную мощность 3000 кубометров в сутки и обеспечивает качественным водоотведением жителей окрестных микрорайонов. Изначально ситуация была достаточно сложная, экологическая. Почему? Потому что люди испытывали дискомфорт из-за присутствия запаха. Соответственно, на сегодняшний момент этот вопрос не решен. Канализационно-насосная станция полностью укомплектована всей необходимой техникой и будет работать в бесперебойном режиме. Галина Житкова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Центральном парке открыли мобильный медицинский пункт, где можно пройти первый этап ежегодной диспансеризации. Услуга доступна для всех жителей муниципалитета. Пункт заработал в конце мая и сразу начал пользоваться популярностью. Здесь мы проводим забор крови, антопарометрические данные пациента, снимаем электрокардиографию. Если женщина нуждается в мазках и осмотре гинеколога, мы здесь это тоже проводим. При необходимости пациенту выдадут направление на углубленное обследование, которое он сможет пройти уже в поликлинике или амбулатории. Также здесь вакцинируют от коронавируса. Пункт работает ежедневно в будни с 11 до 14 часов, выходные с 9 до 18. Услуга мобильной диспансеризации в парке будет доступна до конца августа. Наступило долгожданное лето, прекрасная пора, но летом часто активизируются домушники, квартирные воры. О том, как уберечь свое имущество, мы сегодня поговорим с нашим гостем, начальником Ленинского отдела, вневедомственной охраны Анатолия Макаренко. Анатолий Олегович, добрый день. Здравствуйте. Ну что ж, ваши основные советы, как уберечь имущество? Ну, давайте так скажем, что существует множество способов, как обеспечить безопасность у вас жилища. Все эти вопросы безопасности необходимо продумать заранее. Заранее необходимо проверить, надежна ли дверь, исправны ли замки, запирающие устройство. Как минимум, всегда все замки и все двери должны запираться, как минимум, на два замка. Причем каждый из них должен быть различной секретностью. При этом также важно понимать, что сложный замков, это не защитит ваше жилище. Кроме того, должна быть защищена дверь, более надежная дверь, дверные коробки. Также не надо забывать еще про одно такое вероятное место проникновения замомышленника, как это оконные проемы. Поэтому всегда обязательно в любом случае должны быть закрыты оконные проемы, должны быть закрыты дверные проемы, балконы. Кроме того, планируя уезжать в отпуск, нельзя забывать такой момент, самый простой, как кто будет присматривать за домом, поливать там, скажем, цветы, ухаживать за питомцами. Крайне осмотрительно также надо относиться и к социальным сетям, если в случае выезда, командировки, путешествия, нужно как можно реже выкладывать и свои фотографии, участвовать в соцсетях, и также менее рассказывать людям до того, куда уезжать. Ей делиться своими планами. Но тем не менее, нет такого замка, который невозможно было бы вскрыть. Это все равно не стопроцентная защита. Какие услуги предлагает вневедомственная охрана, и почему все-таки нужно пользоваться услугами вашей компании, организации? На сегодняшний день самый действенный и эффективный способ обеспечения сохранности имущества – это установка в квартирах или домах своевременной системы безопасности с контрольным состоянием, установки сигнализациями. Но можно сказать, что сигнализация, но все равно в случае каком-либо проникновения или попытки проникновения в домовладение, любое, квартира пускай будет, то будет жилище, сработает сигнализация, которая передает сигнал на централизованный пункт охраны. И в дальнейшем, кроме того, сразу же сигнал поступит группам задержания, у которых имеются специальные планшеты, которые моментально увидят поступляющие сигналы, откуда он поступил, какой сигнал, что сработало. Покажет кратчайший путь подъезда к домовладению. Вопрос, а как быстро приезжает вневедомственная охрана? Какие нормативные сроки есть? Ну, скажем так, нормативных сроков нет. У нас есть кратчайшим путем, короткое, как можно кратчайшее время. При этом, соблюдая все необходимые правила дорожного движения, используя, не останавливаясь, двигаясь только вперед. В плюс неведомственная охрана – это и невысокие цены за услуги. Расскажите, пожалуйста, о них тоже. На сегодняшний день, скажем так, ежемесячная стоимость услуги в неведомственной охране по охране квартиры, самый, скажем так, минимальный оплат – это от 200 рублей. И, скажем так, охрана установки сигнализации премиум-класса где-то примерно 1500 рублей. – То есть это незначительная сумма по сравнению с имуществом, конечно. – Да, да, да. – Скажите, пожалуйста, есть ли разница в защите квартиры и загородного дома? Все-таки там еще есть участок. – Как таковой разницы особой нет, скажем так, потому что и что квартира, что домовладение, они могут оборудоваться одними же средствами технической безопасности, но при этом, опять-таки, для граждан очень возможно, что можно ставить под охрану отдельные, например, участки дома своего. То будет там периметр, то будет там за боки окна или вход. При этом можно точно так же, можно спокойно взять под охрану, поставить под охрану гараж или другую, какую-нибудь другую простройку. Кроме того, в услугах вневедомственной охраны есть такая услуга, которая непосредственно установка кнопки тревожной сигнализации. То есть, находясь даже, не обязательно вы должны находиться в квартире, вы можете находиться в домовладении на участке местности, скажем так, на своем участке, и в случае того, что происходит, если появится какое-то незаконное проникновение злоумышленников, можно точно так же, нажав кнопку, вызвать наряд группы задержания. Часто ли удается раскрыть кражи по горячим следам? И, конечно же, скажем так, очень хороший вопрос. И отвечу на него таким образом, что в случае срабатывания тревожной сигнализации, в случае поступления сигнала на пульт, группа задержания, точно так же они оборудованы специальными планшетами, где, опять-таки, как я уже ранее сказал, что видят, где произошла сработка, где произошло проникновение в жилище или домовладение. В очень кратчайшем пути они, опять-таки, прибывают, и вполне возможно, невозможно это так, задерживать преступника по горячим следам. Такие примеры были и неоднократно. Анатолий Олегович, и последний вопрос. Если человек уезжает действительно надолго, месяц-два, и нет возможности никому присматривать за квартирой, за домом, что советуете в таких случаях делать? В таких случаях, естественно, необходимо оборудовать свое домовладение, специальной инженерно-технической средственной охраны, сдавать на пульт, и вы должны вообще не переживать, потому что ваша квартира находится под надежной охраной отдела неведомственной охраны. При минимальной сработке группа выезжает и разбирается на месте. Что ж, советы вполне доступные. Спасибо вам большое, что пришли. А я напомню, что у нас в гостях был начальник Ленинского отдела вневедомственной охраны Анатолий Макаренко. В бассейне «Дельфин» прошли соревнования по плаванию среди воспитанников учебно-тренировочных групп. Юных спортсменов приветствовал призер Олимпийских игр 2020 года Иван Гирев. В числе болельщиков был наш корреспондент Максим Козлов. И опять же желаю вам получить те опыты и те эмоции, которые мы сегодня здесь собрались. Быстрых секунд и легкой воды вам. Удачи! Чемпион Европы, призер чемпионатов мира и Олимпийских игр Иван Гирев, воспитанник Центра «Дельфин», как и мальчишки и девчонки, которые пришли сегодня испытать свои силы. Регламент устроен так, чтобы все соревновались на равных. Все они хотят стоять на пьедестале. И спортсмены, и не спортсмены. Спортсмены плывут в отдельном блоке, выделенном. Они плывут в комплекс. Чтобы это был праздник, мы разделили спортивные группы и не спортивные. Но они соревнуются на одних дорожках в одно и то же время. Если те ребята, которые занимаются спортивным плаванием, постоянно участвуют в соревнованиях различного уровня, то для посетителей оздоровительных секций это диковинку. Но организаторы сделали так, чтобы никто из 250 участников не ушел без награды. Сегодня праздник у детей, поэтому у нас всякие разные заплывы. Кто-то комплексом, кто-то 50 метров, кто-то 25 будет плывать. Но каждый ребенок будет доволен, потому что получит определенный подарок или же медаль и грамоту. Подобные соревнования – это еще и способ обратить внимание на острую нехватку места для занятий в Ленинском городском округе. Об этом в беседе с нами упомянул и олимпийский призер Иван Гирев. Раньше еще два бассейна справлялась, но сейчас уже поджимает. И мы делаем, руководство делает все, чтобы вместить как можно больше людей, чтобы всем было комфортно. Спрос высокий, особенно детей дошкольного возраста очень много приводят. И начинается отсеивание с путем того, что недостаточное количество тренеров, наверное, вот так вот скажу. Отрадно, что руководство округа последние годы работало над решением этой проблемы. В ближайшее время начнется возведение нового бассейна в районе жилого комплекса «Пригород-Лесное». Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Не все дети в День защиты детей смогли посетить праздничные мероприятия. Маленькие пациенты Видновской района и клинической больницы в силу обстоятельств оказались в отделении соматики. Но ничто не должно лишать детей радости. В этом уверены представители местного отделения партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии», которые пришли к ребятам в гости и устроили для них веселые игры и конкурсы. Все юные пациенты получили в подарок по воздушному шарику. Уже это прибавило настроение. А потом обычное тихое отделение превратилось в шумное и веселое. По сигналу передоплатимся. Узнаем скоро, в кого мы превратимся. Родители старались запечатлеть самые яркие моменты на свои мобильные телефоны. Еще бы такого праздника в стенах больницы они не ожидали. А доктора уверены, это лучше любого лекарства. Иногда 15-20 минут достаточно, чтобы поднять жизненный какой-то тонус, настроение. Мы любим эти праздники. У нас в отделении они всегда проводятся и проводились. Представители «Единой России» и молодогвардейцы каждому пациенту вручили сладкий подарок. А добрая комната благодаря им пополнилась настольными играми. Вот приходите, играйте, собирайте. Хорошо? А после десант молодогвардейцев и партийцев «Единая Россия» отправился навести детей в социальный реабилитационный центр, что в поселке Измайлово. Вместе с гостями ребята приготовили молочный коктейль, украсили его фруктами, ну а потом, конечно, с удовольствием выпили. В бойцовском клубе «Пакман» в День защиты детей прошли поединки между воспитанниками. Юные боксеры сразились в разных возрастных группах и показали все то, чему они научились на тренировках за год. В День защиты детей в бойцовском клубе «Пакман» кипели нешуточные страсти. Тренеры спортивного учреждения организовали поединки между своими воспитанниками. «Тренируюсь по лингу с профессиональными боксерами, уже почти на одноровне, через год будем боксировать на профессиональном лиге». Для участия в поединках спортсменов разделили по возрастным группам, ведь в клубе занимаются не только взрослые, но и дети от трех лет. Тренеры в основном делают упор на подрастающее поколение настоящих чемпионов. «У нас один воспитанник два раза брал всероссийские турниры, также много городских турниров выигрывали. Ну, в принципе, сейчас потихонечку, потихонечку, понарастающе готовимся». На счету Рамазана Арсланова уже восемь побед на турнирах различных уровней. Чтобы достичь такого результата, рассказывает юный боксер, приходится тренироваться почти каждый день. «До этого я занимался ММА, я его бросил и начал заниматься боксом. Мне он очень понравился, ну, я чувствую в нем уверенно». Мама шестилетнего Даниэля Пашкевича, который уже год занимается боксом, рассказывает, что в клубе замечательная по-настоящему дружеская обстановка, где старшие ребята помогают младшим и поддерживают друг друга. «Главная наша задача была – это поднять боевой дух, настрой мужской стержень обрести. И у нас это получилось именно в ПАКМЕН. Я хочу защищать свою маму, потому что тут можно хорошо научиться, можно хорошо бить. И мне это нравится». Сейчас особое внимание тренеры уделяют ребятам 2008 и 2009 годов рождения, которым в следующем сезоне придется показать свой боевой дух на нескольких турнирах. «У них сейчас будет начинаться сезон в сентябре месяце, и мы сейчас делаем кэмп. Это, получается, сбор двухдневной тренировки. И на данном этапе будем их подготавливать, делать еженедельные спарринги, проводить совместные тренировки с разными группами и дальше уже выходить на ринг». Рафик Погосян занимается всего три месяца. Всегда мечтал быть боксером. Совсем скоро отправится на свои первые соревнования. «Главное – у себя натренироваться и вечно побеждать». Поединки между двумя филиалами бойцовского клуба получились яркими и зрелищными. «Мы спонсируем уже два года ребят, с ними дружим. У нас традиция, да, каждый соревнование, они приходят к нам после соревнования, кушают. Их грамоты у нас висят. И мы тоже стараемся, чтобы дети были сильными, здоровыми, чтобы нация наша была здоровой, чтобы они общались между собой». Все ребята показали характер и бойцовский дух. Для некоторых это были первые бои, а для ребят постарше – возможность усовершенствовать свое мастерство и двигаться дальше. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Теплая погода способствует занятиям спортом на свежем воздухе. В новых кварталах города Видное развивается дворовый футбол. В шестом микрорайоне прошел детский турнир среди любительских команд. Подробности в репортаже Юлия Погосьян. Семилетний Ваня Усов не представляет жизни без спорта. Очень рад, что прямо под окнами дома есть хоккейная коробка, где зимой вместе с друзьями он проводит все свободное время. Сегодня школьник оттачивает мастерство в роли футболиста. «Очень круто. Спасибо папе, что меня записали. Я еще тут зимой в хоккей играл. Очень хорошо. Мне нравится». К слову, любовь к активному образу жизни у Вани от папы, который и сам принял участие в этом дворовом турнире по футболу. Владимир Усов считает, что родители просто обязаны развивать в своих детях спортивные качества. «Насколько хорошо учиться, настолько же важно быть сильным, здоровым, самоуверенным для мужчины. Это просто необходимо». Дворовый турнир по футболу в шестом микрорайоне города Видное проходит впервые. В двух возрастных категориях – взрослые и дети. Организовать соревнования удалось совместными усилиями городского центра спорта и территориального отдела. «Жизнь сейчас очень напряженная, и не все родители имеют возможность детей водить по секции. А здесь очень удобно. Вышел из дома, площадка, занимайся, развивайся. Физическая культура – это то, что и нужно всем. Потому что спорт – это спорт, а физическая культура – это то, на чем формируется иммунитет, здоровье ребенка». В этот раз в одном лишь детском турнире участие приняли четыре команды. Для жителей нового микрорайона минувшие соревнования стали поистине праздником спорта. Юлия Погасьян, Сергей Ларин, Максим Константинов. Видное ТВ. А теперь познакомим вас с афишей мероприятий на предстоящие выходные. 3 июня на территории музея-заповедника «Горки Ленинские» пройдут мастер-классы и игровая программа под девизом «Здравствуй, лето». Детей и их родители ждут в 12 часов. А в 13 часов в парке «Опаренки» Совет отцов Ленинского округа приглашает принять участие в увлекательном квесте. Участников ждут различные задания, битва на мячах, стрельба из лука и многое другое. Болельщиков нашей футбольной команды «Металлург Видное» в субботу в 18 часов ждут на стадионе. В рамках чемпионата Московской области пройдет встреча с футбольным клубом «Пересвет Гарант» из Домодедова. 4 июня в воскресенье в Никольском храме поселка Володарского пройдет музыкальный фестиваль «Троица». Гостей ждут к 15 часам. Среди участников группы «Мои волны», «Дарья и Лина эндбенд», «Соната», «Павел Аксенов». А в досуговом центре Дроздова в это же время на премьеру спектакля «Сказка о попе» и работники его балде ждут ребят вместе с родителями. И, конечно же, для всех жителей округа открыты парки отдыха. Насладитесь летними прогулками и парковыми развлечениями. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!